Всем большой привет и добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня я хотела с вами поделиться и поговорить просто по душам и, скажем так, свои какие-то умозаключения. Так вот, я хотела поговорить на тему откладывания на потом и вот этого состояния, что вроде могу, да могу, однозначно могу, но не хочу. Мне достаточно часто присылают письма, даже люди присылают свои скетчи со своими какими-то наработками. Я вижу, что это красиво, я вижу, что человек может, но он постоянно откладывает на потом. То есть я понимаю, что я не одна такая и проблема такая действительно есть. Недавно у меня был марафон, то есть он до сих пор идет. И 30 дней было условие рисовать каждый день и загружать, то есть повторять вот этот вот круг рисования загрузки. Одним каким-то стилем, но на разные, скажем так, темы. И я хотела поделиться с вами своим опытом, что я заметила, что день на 10-15, да, то есть я поняла, что вложенная энергия, да, уже в это дело, она, скажем так, заставляет уже само собой двигаться вперед, да, вот это маленькое дело. И тогда я вспомнила вот эти все, знаете, высказывания, что мы ценим только то, во что мы уже вложили свою энергию, там, для нас более дорого, да, то, на что мы потратили свое время, то, куда мы вложили свои ресурсы, да. Вот это дело нам становится гораздо важнее, чем то, которое, по идее, должно быть нам важно, просто потому, что кто-то сказал, что оно должно быть нам важно. Нет, так дело не работает. И действительно я по себе заметила, что на день 15-й я действительно стала очень так ценить, очень трепетно относиться к этим своим девочкам. Я стала более, знаете, внимательно, да, складывать их там в папочку. Ну, как-то я начала их действительно оценивать. И вот эта история, что чем больше повторять в круг вкладывания энергии, а то есть такой замкнутый цикл, тем больше, ну, вот, начинается это дело оцениваться и уже просто жалко бросить. И тогда у меня появилась вот эта вот идея, да, что человек, если, допустим, я, да, у меня есть какая-то идея в голове нарисовать ту или иную картинку. И я понимаю, что я еще ее не нарисовала, это просто какая-то идея, там, мечта, да, в нее вообще не вложена ни грамма моей энергии. Она просто как такая вот эфирная субстанция плавает в воздухе. И я понимаю, что я ее не оцениваю. Она для меня вообще как бы не имеет ни смысла, ни ценности, ничего такого. Как только я потрачу на нее время, там, день, два, три, причем я заметила, что если я потрачу просто два часа, то это не ценно, не станет для меня ценностью. А вот если я потрачу две недели на это занятие, то ой-ой-ой, какое оно будет для меня ценное. И мне уже будет реально жалко его бросить. Вот. Поэтому и вот дело, да, в которое уже, там, допустим, две недели ты его делаешь, оно становится для тебя каким-то живым. То есть оно становится каким-то вот, я не знаю, вот, оно дает тебе энергию, да, оно дает тебе какие-то вот эмоции уже больше, да, то есть чем больше мы вкладываем в какое-то дело, тем больше оно нам дает эмоции, либо положительные, либо отрицательные. Конечно, хорошо, если это положительные эмоции, да, если это такое вот, знаете, чувство самоудовлетворенности, чувство победы, вот. То есть вот эти чувства, они все заряжают, и вот на этой энергии очень логично продолжать дальше, дальше, дальше. По крайней мере, на стоках я посмотрела, на меня это реально работает. То есть вот проверить 10 дней одно и то же. Ну, это 10 дней надо себя реально заставлять, да, то есть на мне сработало то, что это был марафон, я пообещала сама себе, у меня были подписчики, перед которыми была ответственность. Вот, поэтому идея марафона, она действительно очень классная. А еще такая идея, что сидеть, ждать вдохновения, да, вот это тоже не очень правильная концепция, и я для себя стопудово определила, что нет, для меня это не подходит. Сидеть и ждать вдохновения лично я могу до бесконечности, то есть это было проверено в прошлом году, то есть хорошего момента, настроения, хорошего, там, дня, там, когда, там, планеты встанут в нужное положение, сидеть и ждать у моря погоды, это неправильно, мне так кажется, ну, для меня, да, то есть для меня правильно искать пути решения, которые мне подходят, которые заставляют меня увлечься, заставляют меня именно вложить энергию, да, заняться одним делом и уже потом этим делом продолжать заниматься. То есть для меня это более оказалось продуктивно. А сидеть, ждать вдохновения можно до пенсии, а потом, с сожалению, огорченный сидеть и сожалеть, что мечты не сбылись, годы ушли, ничего не сделано, злиться на жизнь, да, и, там, я не знаю, обвинять всех в округе, что жизнь оказалась не такой, какой там человек достоин, да, он сам себе считал, что он достоин большего. Вот, то есть это все печальная история, и надо, наверное, как бы, вот я себе в голове держу такую мысль, что вот это все вот завтра будет обязательно лучше, чем сегодня, да, там все лучшее впереди. Это очень хорошие фразы, но они, скорее-таки, оптимистичные и не совсем реальные в жизни, да, потому что миллион и один причин в реальной жизни, когда человек просто пропустил время, как бы годы ушли, и человек остался у разбитого корыта. То есть это все реальность, это все может случиться, да, с каждым из нас, поэтому это надо помнить, лучше все делать в свое время, трезво держать в голове, чего реально, допустим, я, да, какие у меня реально цели, чего я хочу добиться, к чему я хочу прийти, и, скажем так, пути достижения, как постепенно, маленькими шажочками я могу к этому прийти, да, вот просто, планомерно поставить себе цель и просто плавно к ней двигаться. Вот, вот и все мои мысли на сегодня. Надеюсь, видео было вам полезным и интересным, и до встречи в следующих моих видео. Всем пока!